здравствуйте друзья в нашу копилку иммиграционных аксиом значит визы бывают иммиграционные а бывают не иммиграционные для многих людей с иммиграционным намерением в голове любая виза которая позволяет им оказаться в стране она как бы позволяет им иммигрировать да вот они хотят приехать в сша дальше там либо там через брак либо через политическое убежище и так далее поэтому они говорят вот иммиграция в сша через туристическую визу например или там иммиграция в сша через студенческую визу иммиграция в сша через там j1 work and travel и так далее это все абсолютно бессмысленные словосочетания в юридическом смысле потому что иммиграционное намерение это одно статус иммигранта это совсем другое то есть это значит что у вас не только намерение есть а у вас есть официальное право находиться жить работать в этой стране вы вы иммигрант вы легализованы в этой стране поэтому я вот просто вижу путаницу постоянную и я понимаю что люди которые ну как бы новенькие что ли в этом деле они интересуются но еще не очень вникли и их их запутывает вот это вот терминологическая что ли каша значит есть виза которая позволяет попасть в страну есть виза которая позволяет находиться достаточно долго в стране и многие говорят вот я там буду возьму там я не знаю студенческую и там буду в одном сети колледжем другом сети колледжем языковой школе это еще что-то буду на кэш работать там буду я не знаю все законы какие есть нарушать но в итоге глядишь там что-нибудь со мной произойдет и на самом деле то что с ним за 10 лет произойдет с ним может произойти если он сознательно это делать через три месяца вот через те же три месяца подал на политическое убежище и всех делов вот поэтому я за то чтобы была ясность в голове и вот это развлечение разделение между визой которая делает тебя иммигрантом вот скажем грин карта делает тебя иммигрантом рабочая виза h1b да нет никакая другая еще армии вот рабочая виза h1b она позволяет тебе в перспективе там ну через нанимателя твоего да значит сделать грин карту то же самое виза эльван например да тоже позволяет но то есть такие промежуточные то есть она вроде как изначально не иммиграционные но с возможностью потом поменять статус на иммиграционный вот собственно все не не так много чего есть иммигрантская иммиграционная не иммиграционная и двойного намерения все на этом все закончилось значит если вы знаете что вы будете делать страну когда в нее въедете тогда для вас любая виза иммиграционная да знаете как кому и кобыла невеста значит вот кому и там j1 иммиграционная страну попал политику получил все счастливо